Варгейм Рос. Солдатики. История. Их. Мобилизм. Варгейм Рос. Здравствуйте! В этом видео поговорим про развитие греческого государства из мира пластилиновых солдатиков. В конце августа 1994 года, разгромив македонян, греки стали лидерами антирусской коалекции. У нас возникло желание проверить греков в боях именно с их главными противниками. Решено было провести серию так называемых набегов, цель которых формально определялась как грабительские. Програвшая страна, следуя правилам битв, в этих боях не должна была стать вассалом победителя, а подвергалась частичному ограблению. Видимо, идея таких боев возникла у нас спонтанно. В летописи нет четких данных о дате начала набегов на Русь. Да и вообще, вся эта ее часть имеет только примерные датировки. Явно текст писался не сразу после описываемых событий, это повлияло и на качество освещаемых событий. Пропущены как минимум три боя между греками и татарами с македонцами. Остались только смутные воспоминания и упоминания в летописи, что бои были. Так восстания поднимали татары против греков. Были построены так называемые фермопилы, узкий проход сантиметров в 30 между банками и коробками. В этих узинах засел отряд спартанцев и фиванцев. Это были не все силы греков. Они подверглись атаке татарской армии, в которой отсутствовала пластмассовая пехота. Греки выиграли этот бой. Как происходили бои с македонянами, вспомнить уже не могу. Гарантировано то, что греки их выиграли. В ходе этих боев шло оттачивание тактики боя и делались доспехи для греков. В конце августа 1994 года отряд греков высадился на Росском берегу. Мы оценим его численность примерно в 23 бойца. Практически наверняка это были спартанцы. У них на головах красовались пластилиновые желтые шлемы. На территории Руси в этот момент находился только один хоробок с солдатиками, в котором находились новгородцы. Их численность можно определить как 100 бойцов. Начался жестокий бой. Русским удалось продавить грекам фланги. Над центром возникла угроза окружения быстрого уничтожения бойцов, попавших под удары как в лоб, так и в бока и спины. Греки стали отступать. Их уцелело около пяти воинов. Потери русских были более 60. Грубо говоря, один к трем. В ходе погони за греками новгородцы растянулись. Греки воспользовались этим и атаковали противника, потерявшего строй. Пользуясь превосходством вооружения, они причиняли серьезные потери русским. Но проиграли бой. Видя то, что спартанцы терпят неудачу, в бой мы ввели еще четыре десятка афинян. Наброс победителя был сразу снят. В противном случае трупы греков были бы разграблены русскими. С них сняли бы доспехи и оружие. Остатки русских почему-то не засели в трупах, а отошли в поле, вот сюда. Далее был просто быстротечный бой. Битва показала, что греки могут при верном руководстве уничтожать противника, причиняя потерь один к трем. Через некоторое время произошла еще одна битва. Отряд греков из 18 пеших спартанцев и 15 кавалеристов столкнулся в бою с русской профессиональной армией в количестве 71 воина. Мы попытались обыграть битву при Каннах. Схема этой битвы была в учебнике по истории. Греков мы выстроили таким образом, что в центре стояла пехота. Они стояли в одну шеренгу и с несколькими воинами в тылу. Фланги составляла кавалерия. Ее вид был несколько менее бронированным, чем на этом видео. На переднем плане реконструирован воин из серого пластилина. Именно такой была в тот период кавалерия. Обратите внимание, что лицо усадника тогда не защищала маска. На коне нет брони, но оружие уже железное. Русские воины вооружены намного хуже. У части бойцов все еще были пластилиновые мечи. Они применялись в боях с пластмассовыми противниками, но были абсолютно бесполезны в бою с бронированными войнами. Спичек на вооружении было мало. Зачастую воин имел то оружие, какое было у него отлито, как эта фигурка буденовца с саблей. Уже в процессе боя мы довооружали часть русских длинными пиками, в основном из стержней шариковых ручек. Отряд оловянных солдат вооружался спичками уже в бою и входил в него частями. Естественно, такая организация боя со стороны русских войск привела к поражению. Правый фланг греков успешно продавил русские силы. Левый завяз, но разгромил стоявших перед ним отряд противника. Центр выдержал первый натиск и перешел в наступление. Соотношение потерь составили примерно 1 к 3. Из этих боев мы сделали выводы. Начался интенсивный процесс насыщения профессиональной армии копьями из спичек. Мы решили провести еще один, но более спланированный бой между силами греков и русских. Решено было навязать грекам уличный бой. Был построен лабиринт. Про это будет следующий фильм. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал Wargame Rus. Солдатики. История. Моделизм. Понравилось видео? Тогда поддержи автора. Перечисли любую сумму от 100 рублей на его счет. Реквизиты указаны в описании к видео. Чем больше ваша поддержка, тем больше видео появится на этом канале. Заранее благодарен. Жми сюда и смотри интересные видео. Субтитры сделал DimaTorzok